Христос воскрес, братья и сестры! Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 12 главу, и прочитаем с первого стиха. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей добудет у вас с началом месяца, первым добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. И следующий текст, первое послание Коринфянам, пятая глава, седьмого стиха. И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Кто сегодня не знает, что праздник Пасхи? Имею в виду люди, которые окружают нас. Наверное, все знают. И когда зададим человеку вопрос, какой самый главный праздник в христианстве, с легкостью люди ответят Пасха. Как-то оно, это стало известным и понятным всем людям, всем обществу, в котором мы живем. Самый главный праздник – это Пасха. Сегодня в первой половине дня мне пришлось быть в банке, и пока я там стоял к администратору, решали с ним документальные вопросы. Подходит женщина, становится рядом к другому администратору и говорит – здравствуйте. Мне стало интересно, и я говорю – извините, пожалуйста, сегодня у нас праздник Пасхи, и в Одессе друг другу говорят – Христос воскрес. Она мне отвечает – ну, знаете, когда мы с вами ходили в школу, нас учили, что Бога нет, что вся эта выдумка, и я говорю – мы так с вами хорошо учились, что до сих пор это запомнили. И так, после этого слова, я уже как раз закончил все свои дела, забираю документы, уходить. Она говорит – извините, я, наверное, что-то не так говорю, или что-то не то делаю. Кто сегодня не знает, что праздник Пасхи? Люди с легкостью вместо «здравствуйте» говорят – Христос воскрес, и знают, что нужно отвечать – воистину воскрес. Все это люди хорошо знают. Почему этот праздник самый главный? Откуда все начинается? Бог так сказал. В книге «Исход» мы прочитали. Этот месяц должен быть первым из числа месяцев. Это новое начало должно быть в вашей жизни. Вот это событие, которое произойдет, все вокруг вас и вас самих должно изменить и сделать совершенно другими. Особенным явлением в жизни семьи и общества было то, что Бог сказал – возьмите Агнца. И дальше событие и жизнь идет вокруг Агнца. В десятый день этого месяца, первого месяца, когда все должно теперь начинаться, возьмите Агнца и приведите него в семью. И он должен жить в семье. Как быстро люди привыкнут к этому очень красивому, добродушному и по-своему уникальному животному. Как быстро он привыкает к детям, Агнец, а дети к нему. Кто имел в жизни такую привилегию быть рядом с этими животными, тот знает, насколько все это становится мило, понятно, доступно и насколько это хорошо – быть рядом с этим Агнцем. Но при четыре дня этого Агнца нужно взять и заколоть. И кто-то из детей мог говорить – папа, может быть, возьмем какого-то другого Агнца. Может быть, где-то купим у кого-то. Папа, где-то недавно слышал рассказ, стихотворение детей. И дети говорят – папа, давай пойдем в храме, купим храмовому Агнца. Он будет лучше, чем вот этот наш. Вот тот храмовый, а этот пусть остается, пусть живет. Мы так к нему привыкли. Жизнь в семье идет вокруг Агнца. И Господь, говоря Моисею тогда, дая ему эти линия Божьей, говорит – этот месяц должен стать главным. В этом месяце должны взять Агнца. В этом месяце Агнец должен прийти в вашу жизнь без порока. Расчислитесь на Агнца. Так много раз в этом тексте повторяется слово Агнца. Расчислитесь, возьмите Агнца, по Агнцу на семейство, съезжьте и так далее. Это особенное событие. Бог пересказал, описал, что и как должно происходить. И потом говорит – это Пасха Господня. Это повеление Божие, чтобы так было сделано. И это Господняя Пасха. Это избавление Господнее для вас. В этом Агнце. Если взять и попробовать сравнить то, что Бог сказал в Ветхом Завете и с тем Агнцем Божиим, который пришел в этот мир, о котором Иоанн сказал – вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так много похожего. Так много было в Иисусе Христе именно от того, что говорило прообразом издревле через этого ягненка всем, которые видели его в семье. Говоря об Иисусе Христе, мы можем говорить – Он был зрелым. В 30 лет Он начал свое служение. Это не были детские эмоции, это не были юношеские порывы. Это было зрелое состояние, когда Он начал свое служение и шел, чтобы отдать свою жизнь. Он сам это делал. Он был зрелым человеком. Это было осмысленно. Это было потому, что Бог так сказал. Это было потому, что так надлежало исполниться Писанию, всему написанному. В семье все было вокруг Анца, точно так и вокруг Иисуса Христа. Теперь апостол Павел говорит – Он есть наша Пасха. И теперь апостол Павел повелевает и говорит – станем праздновать. Нужно праздновать. Нужно говорить о празднике Пасхи. И говоря о празднике Пасхи или празднуя этот праздник, люди должны не забыть, кто есть основным в этом празднике – Агнец. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А потом, когда мы переходим дальше в книгу Откровения, мы читаем, что там снова мы видим Агнеца Божьего. Пятая глава с восьмого стиха, книга Откровения. И когда он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем. Начало было положено Господом давно. И он сказал – Агнец стал центром всего, что должно быть в вашей семье и потом в вашем обществе. Общество все должно заколоть Агнца. Хотя каждый глава семьи, отец это делал, но Бог говорит – это делает все общество. Он не выделяет здесь каждую семью отдельно, но, говорит – все общество закололо, принесло его в жертву. Христос умер за всех. Воскрес, вознесся, находится в вечности. И снова хвалу воздают Агнцу. Ему поют новую песень, говоря – Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью и своею, и скупил их Богу, и всякого колена, и языка, и народа, и племени. Двенадцатый стих. Которые говорили громким голосом – Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и Анцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Начало положено в древности. Иисусом Христом все утверждено. Для нас это тоже уже в древности. И все то, что происходит в вечности, Бог открыл нам, и Он говорит, все и в вечности, все и в небесах происходит вокруг Анца. И дальше в 15 главе этой же книги Откровения поют песнь Моисея и песнь Агнца. «Великие чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся при Тобою, ибо открылись суды Твои». Может ли кто-то бояться Агнца? Может ли кто-то думать, что он принесет ему какую-то проблему или какую-то сложность? Конечно, нет. Но то, что происходит в вечности, меняет состояние людей. Песнь поют, и это песнь Агнца. Песнь поют и поклоняются Ему, и прославляют Его. Есть определенная категория людей, которые поют на земле и будут петь эту песнь Вечности. «Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». «Съешьте все. Мясо, внутренности, голову». «Все то, что было у Агнца, должно теперь стать частью тех людей, которые находились вокруг него. Он должен стать их естеством. И все, что должно быть в нем, должно быть теперь в людях». Апостол Павел говорит, что те, которые крестились, они соединились с Иисусом Христом. Силою, которую Бог воскресил Иисуса Христа, Бог воскресит и их к новой жизни. «Чтобы ходить в обновленной жизни». И дальше апостол Павел в 12-й главе будет говорить о том, что людям, которые знают Бога, нужно преобразоваться в обновлении ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Ум должен преобразоваться. Мудрость Агнца, то, что вмещает в себе его голова, должно стать частью, достоянием тех людей, которые соединились с ним. Их ум должен трансформироваться. И дальше ее жизнь должна быть жизнью, в которой видна жизнь Агнца. Бог дал нам с вами привилегию в этом году еще раз вспоминать о воскресении Иисуса Христа, о Его распятии, о Его смерти, о Его торжественном входе в Иерусалим. Говоря обо всех этих событиях, обо всех этих праздниках, которые мы вспоминали, можно увидеть, Иисус Христос пришел, как славный Агнец, и вошел в Иерусалим. Потом позволил, чтобы люди Его распяли и вознесли на крест. Потом Бог силой и могуществом воскресил Его, и Он вознесся на небеса. И, читая книгу Откровения, снова видим Его смерть. Все то, что Он сотворил, и все, что совершилось через Него, открывает все двенадцать ворот Небесного Иерусалима. И все только, кто желает, могут туда зайти. И нужно людям так немного прийти и сказать, «Верую, Господи, что Ты умер за меня. Принимаю Тебя, Святого Бога, Божьего Агнца. Хочу жить с Тобою, чтобы иметь жизнь с избытком здесь, и потом бы она продолжилась в вечности, которая никогда не закончится». Это легко говорить тем, которые знают Бога, но это сложно сделать людям, которые не знают Бога. Многие из тех, которые выходили, чтобы обратиться к Богу с молитвой покаяния, говорили, «Я не могу сойти с места, такое впечатление, что я прирос к полу». Не так просто человеку вырваться из греховного состояния. Но когда он говорит, «Господи, верую, помоги моему неверию», Бог поможет. И человек придет, и потом будет славить Господа. И будет петь новую песнь, «Достоин Ты, Господи». Это песнь пасхальная. Это песнь тех, которые знают, кто такой Агнец. Это песнь тех, для которых Христос есть наша Пасха. Этот праздник мы имеем привилегию праздновать на земле, и он продолжится потом и в вечности. Но только после того, когда Христос нас заберет от земли. А пока мы на пути к вечности. Наш путь непрост. Иисусу Христу устлали путь одеждами, палемами, ветвами. И очень хотелось бы и нам, чтобы путь был вот таким. Да, Христос сказал, он будет красивым путем. Он будет путем, на котором так много рос. Где приятный запах, где красивые цветы. Но где есть шипы. Это путь христиан. Но когда Христос есть наша Пасха, когда есть приглашение станем праздновать, то тогда то, что производят шипы, приносит только благословение. Оно корректирует путь человека. Оно корректирует его мышление. И все возвращает его взгляд и его мышление на Агнца, который есть для нас благословение. И потому мы соглашаемся сегодня с апостолом Павлом. Станем праздновать с чистотою и истинною, которая есть в Слове Божьем. И пусть благословит нас Господь с вами, чтобы праздник Пасхи был у нас каждый день. И так всю жизнь, пока мы будем идти за Господом. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами. Благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.